Всем привет, с вами Влад Ядров и сегодня я вам расскажу, где же в нынешних реалиях стоит делать рекламу. Поехали! Ну давайте разбираться. Большинство бизнесов, скорее всего, сейчас стоит на пороге такого вопроса, как «А где же мне рекламироваться? Какую площадку выбрать? Где все-таки эффективнее?» А есть ли у кого-то какие-то кейсы в нынешних реалиях, что где-то эффективнее? Так вот, постараюсь сегодня ответить на вопросы, какие площадки для кого подходят и как там сейчас в нынешних реалиях эффективно или нет продвигаться. Давайте разберемся вообще, какие есть площадки. У нас не так их и много осталось. Вконтакте, MyTarget и Яндекс. Яндекс подразделяется на контекстную рекламу и Яндекс.Бизнес. Они немножко отличаются, поэтому разделим их на, так скажем, два вектора, потому что потом я объясню каждая для чего нужна. Сразу скажу, какую бы площадку вы не выбрали, вам необходимо зарегистрироваться в программе Getunik. Внизу оставлю ссылочку, она дает вам очень приятные кэшбэки с ваших рекламных бюджетов. Пользуйтесь данным сервисом и получайте бонусы. Это реально удобно пополнять агентские кабинеты через данный сервис. Вы пополнили деньги, вам не понравился данный источник трафика, вы взяли эти деньги в моменте просто и перевели в другой источник трафика. Вам не нужно ждать 13-14 дней рабочих, когда вам отдадут деньги обратно, например, с ВКонтакте. Так что, на заметочку. К сегодняшней теме это капец как актуально. Давайте для начала я объясню, чем отличаются рекламные площадки. Яндекс это поисковая система. Там человек вбивает, хочу роллы, хочу суши, хочу пластиковые окна. И, собственно, он ищет, кто ему прямо сейчас эту услугу окажет. Где ему заказать, он начинает сравнивать. В социальных сетях человек пребывает в формате развлечения, он не в поиске чего-либо. И вы своей рекламы можете ему, так скажем, намекнуть, что, а не хотел бы ты суши? И вот он в данный момент, ну, 50-50, захотел бы, либо не захотел. А может он и хочет, но не прямо сейчас. И он увидел классную акцию, которая длится всю неделю. Он взял ее в закладочке, бросил или подписался на ваше сообщество и ждет. Кто-то, например, посчитал интересным вашу одежду в социальных сетях, в рекламе. И тоже бросил в закладки, либо подписался на ваше сообщество. Это все отложенный спрос. И нужно понимать, что там по 40, по 50, по 300 подписчиков в день, которые вы можете получать ВКонтакте, это все отложенный спрос. Человек там просто так, ну, вот вы сами сидели ВКонтакте и увидели бы какую рекламу, вам стоит очень больших усилий, чтобы зайти в сообщество, нажать кнопку подписаться. Ну, то есть это много действий. И просто так вы их бы не стали делать. Поэтому этот человек реально только с отложенным спросом. Так что, когда мне заказчики говорят, что нам подписчики не важны, ВКонтакте они очень важны, потому что это ваши будущие клиенты. Яндекс. Это у нас прямые запросы. ВК это все-таки прогрев и работа с аудиторией в долгую. То есть там цикл сделки может длительный период длиться, когда в Яндексе вы прямо здесь сейчас получили заявку обработать, продали, не продали. Теперь еще есть следующий нюанс. Если в Яндексе человек зашел на сайт и ничего не оставил, он просто ушел, а вы за это заплатили, то ВКонтакте вы эту аудиторию можете с помощью пикселя, дальше ретаргета вернуть, возвратить. Конечно, то же самое можно сделать и в Яндексе. Но ВКонтакте в большинстве случаев аудитория оставляет о себе больше следов. В виде лайков, в виде репостов, в виде подписок, в виде сообщений вам в личку и много еще других действий. То есть там аудитория, которая взаимодействует с сообществом, оставляет очень много следов, с которыми можно дальше взаимодействовать. В тот же момент в Яндексе человек как будто вот насквозь прошел и ничего о себе не оставил. То есть вариантов взаимодействовать с аудиторией в Яндексе намного меньше, чем с ВК. Это, на мой взгляд, как специалиста. Мне в ВКонтакте реально намного больше есть крючков, зацепиться за аудиторию и с ними еще поработать. В отличие от прямого захода людей на сайт. Но Яндекс отличный инструмент, потому что это чисто прямой запрос на покупку чего-либо прямо сейчас. И даже для инфобизнеса Яндекс капец как подходит. Мы сейчас с командой настраиваем как рекламу в Яндексе, ВКонтакте и в Инстаграме на зарубеж. И везде есть свои нюансы. Но любой абсолютно бизнес работает там и там. Вопрос, сколько вы готовы тестировать. Если в Яндексе достаточно 15 дней для тестов и понимания результатов ваших, ВКонтакте это минимум месяц, а то и два на различные тесты, гипотезы и понимание, какой инструмент будет вам потом окупаем и который нужно масштабировать. Здесь нужно понимать, что Яндекс будет вам дороже обходиться, ВКонтакте вам будет дешевле обходиться. Но если взять совокупности по времени, то на то и выходит. Ну а про Инстаграм на зарубеж я вообще молчу. Там нажал кнопку, буквально две недели тестов и у вас все прекрасно. Если вы работаете с Азоном, с Вайлбересом, на Казахстан, Беларусь и хотите, чтобы ваши товары и туда покупались, то Инстаграм реклама отлично для вас площадка. Если вы можете поставлять зарубеж ваши изделия, либо вы инфобизнесмен и готовы на Казахстан, Беларусь продавать свои инфотовары или услуги, то это тоже отличный вариант. Итак, подытожим. Яндекс это прямые запросы. Если вашему бизнесу они прямо сейчас нужны, и вы хотите получить быстрые результаты, то идите в Яндекс. Если вы готовы тестировать и развивать точно такую же, как запрещенную социальную сеть, когда-то социальную сеть, то начинайте копать в ВК. Там как минимум месяц-два вам нужны на тесты. Вы найдете правильную связку и начнете там развиваться. Ну, про рекламу в Фейсбуке, Инстаграме я молчу. Там реально все уже было понятно. И нам как и на российском рынке легко это все настраивает, так и на зарубежном. Еще одна вам мысль на заметку. Сейчас цены за заявку очень сильно выросли. Кстати, я забыл упомянуть про инструмент такой, как Авито. Авито офигеть, какой крутой инструмент. Но он и капец какой дорогой. Итак, рассказываю вам бонусный способ, если сравнивать Авито и контекстную рекламу. В Яндексе вы положили сколько угодно бюджета, и там есть функция показываться на сторонних площадках, таких же, как Авито. То есть вы можете через Яндекс показываться на Авито. Там будет у вас такая большая плашечка с вашей рекламой. И вы только своим бюджетом управляете, сколько раз вам показаться на Авито. В тот же самый момент, если вы разместитесь на Авито, вы разметите одно объявление, дадите ему там x10, x20 к показам, купите платные показы. И момент масштабирования в Авито, он очень скуп. То есть вы вроде бы хотели на Москву показать больше объявлений, но больше уже создавать вы не можете. И за каждый платить уже дорого. А в Яндексе вы создали одно объявление, закинули туда бюджет, опять же через сервис, который я говорил в самом начале, получили бонусы и начали продвигаться на Авито. И никто вам не мешает. Никакие эти x10, x20 вам не нужны. Вы просто увеличиваете там число за клик, либо количество вашего бюджета и показываете все больше и больше на Авито. То есть если я сравниваю Яндекс и Авито, то я выбрал бы в любом случае Яндекс. Но Авито тоже дает свои плоды, и это не надо отрицать. Надеюсь, я вас не запутал. Пишите в своих комментариях, запутал или нет. Пишите свой бизнес, а я вам дам ответ только на Ютубе, не в личку. Просто на Ютубе мне пишите в комментариях, какой у вас бизнес, а я вам скажу, какая вам лучше площадка подходит. Договорились? Надеюсь, я вам данным диалогом немножко не запутал. В общем, все просто. Есть у нас Яндекс, это поисковик, прямые запросы прямо здесь, сейчас. Хотите протестировать свой бизнес, новым трафиком прокачать, запускайтесь на Авито сначала. Потом уходите уже в социальную сеть, когда на Авито выстроили поток. Выходите ВКонтакте. После ВКонтакте можете попробовать MyTarget еще. В целом это одна и та же история. Плюс-минус, другая аудитория, но незначительно. И можете также попробовать Авито. Почему бы нет? Если у вас есть возможность продавать на зарубеж, то приглашаю к нам, так же как и с ФВК. Мы настроим вам рекламу на зарубежный рынок и, пожалуйста, вы продвигайтесь за рубежом. И в самом конце хотел бы сказать про локационные бизнесы. Если у вас есть кафе, отель, шиномонтаж, какие-то бизнесы, которые важны геолокации, где вы находитесь, и по-другому вас люди не найдут, если к вам не приедут, то есть ничего не купят, то вам тогда нужно зарегистрироваться в Яндекс.Бизнесе. Яндекс.Бизнес отлично вам дает возможность прокачать вашу гео-точку. То есть, если вы отель, например, то вам нужно регистрироваться на Яндекс.Бизнесе и, собственно, вкладывать деньги в развитие, чтобы в навигаторах ваша точка была людям видна, что здесь, например, находится отель, когда они вводили отель. И если контекстная реклама, это люди ищут какой-то отель для отдыха, это просто поисковой запрос, то Яндекс.Бизнес – это больше прокачка своей карточки, размещение на картах Яндекса и вот в этом русле продвигаться. В общем, если будут еще вопросы, задавайте. Постарался как можно быстрее вам дать много информации. Если было сложно, в общем, пишите его в свой бизнес. Я вам дам ответ, какая вам площадка необходима. На этом все. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, пишите мне по настройке таргета и продвижению как Яндекса, ВК, так и Инстаграма. Во всем вам поможем. И также я могу вам дать консультацию либо аудит по вашей рекламе. На этом все. Пока-пока. Продолжение следует...